В этих литровых бутылках образцы топлива самых обычных заправок Нижнего Новгорода. Проверяющую комиссию тут не ждали, но отказать в продаже бензина и дизельного топлива не смогли. Здесь же замеряют уровень загрязнений в воздухе, а вот детальную экспертизу топлива на месте провести не получится. Его отправляют в лабораторию без указания заправки продавца. Норма дизеля по содержанию серы это около 10 миллиграмм на килограмм. Так вот, на одной из заправок превышение по этому показателю более чем в 600 раз. То есть 6 380 миллиграмм на килограмм. Это был у нас второй образец. Я, к сожалению, как лицо абсолютно независимо не знаю, какая это заправка бывает. Сегодня дан старт проекту общественного контроля трасса. Его цель – выявить нарушения при продаже топлива на заправках и рассказать об этом потребителям. В регионе организованы рейды, в ходе которых возьмут пробы бензина и дизельного топлива для экспертизы качества. Первые пять заправок в Нижнем Новгороде проверили уже сегодня утром. За 2016 год было огромное количество обращений граждан по поводу качества топлива. И когда производили контроль этого топлива, то более 40% данного изъятия показали о том, что топливо не имеет... Оно некачественное, кстати, как у нас показало результат, который на этой заправке. Проект этот не новый. Впервые его провели в Москве несколько лет назад. Он был организован группой неравнодушных жителей и получил большой эффект. Сейчас московские эксперты помогают с аналогичной акцией и у нас в регионе. И обращают внимание, что низкое качество топлива вредит не только машинам, но и автомобилистам. Да что говорить, даже пешеходам. В состав горючего, несоответствующего ГОСТу, может входить все, что угодно. Что в процессе распада дает вредные выхлопы, которыми дышат все жители области. Мы проверили именно выбросы. И оказалось, что по Нижегородской области по трем заправкам из проверенных было превышение пединдопрессимых концентраций по вселову. Все эти материалы будут направлены, естественно, в Росприроднадзор для проведения проверки. Планово-непланово, это уже прокуратура решит, не нам это решают. Но мы, надзорный орган, уведомим о том, что на территории Нижегородской области не только страдают автомобилисты или их автомобили, но и все население Нижегородской области. В Нижнем Новгороде общественные организации обратили внимание на эту проблему чуть раньше, в год экологии, который проходил в 2013 году. Тогда было выявлено, в общем-то, ряд заправок работали действительно в нормальном режиме. и соответствовал бензин пятому классу. Ну, во всяком случае, заявлено. Были выявлены недостатки. Будем с независимыми экспертами работать, трудиться. Далее будет дальнейшее обсуждение на круглых столах. Таким же образом будут разрабатываться какие-то наработки, предложения. Ну и все итоги будут, естественно, размещаться и у нас на сайте общества охраны природы. Помочь бороться с некачественным топливом и загрязнениями воздуха может каждый, сообщив о подобных нарушениях по телефону горячей линии 439-10-00. Эксперты проекта «Трасса» обязательно обратят на это внимание, проведут проверку и в случае нарушения обратятся в соответствующие органы. Юлия Короткова, Ренат Бегбаев. Объективно. ННТВ.